Уважаемые товарищи, предлагается заслушать отчет мандатной комиссии. Товарищи, российский комитет рабочих, прибыло 17 рабочих и 12 делегатов, имеется право решающего голоса, и 12 нерабочих, участников заседания РКР, не являющихся делегатами. Значит, у нас рабочие с ПАО Т-Плюс, филиал Самарской ГРЭС, АО Саровская генерирующая компания, город Саров, ГорМедтехника, город Москва, Пермь Гробалстройсервис, город Пермь, АО РКС Прогресс, город Самара. С данного предприятия прибыло сразу трое рабочих, АО Роспан Интернешнл, Новый Уренгой, экспериментальный производственный комбинат, федеральный университет, город Свердловск, двое рабочих оттуда прибыло. Филиал ООО ИЭСК Южные электрические сети, город Иркутск, ООО ПСК Строитель, город Петрозаводск, Ижевский хлебзавод номер 3, АО Красный Октябрь, Ленинград, Государственный Абуховский завод, Ленинград, ООО НПП Мера, город Королев, Московская область, ГУП Интердсервис, город Ленинград. Хотел бы обратить внимание, что возникали вопросы по поводу направлений, но все разрешалось, все хорошо, но рабочим, пребывающим на РКР, все-таки надо освоить, что такое материальный производительный труд, чтобы увереннее отвечать на вопросы мандатной комиссии. Кто вас прислал? А так, ну мы в итоге выяснили, что все в порядке. Спасибо. Уважаемые товарищи, предлагает наш отчет мандатной комиссии утвердить. Прошу голосовать. Кто против? Не сдержавшись. Спасибо. Здравствуйте, товарищи. Юрков Кирилл Валерьевич, комитет Российского комитета рабочих. Тут Александр Валерьевич уже сказал по поводу пенсионного возраста и повышения его в областях, которые вошли недавно в состав Российской Федерации. И предлагается следующее заявление от Российского комитета рабочих. Следующее содержание. Заявление Российского комитета рабочих отменить повышение пенсионного возраста в областях, вошедших в состав Российской Федерации. Принимая во внимание исключительные тяготы, которые несут на себе трудящиеся Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей Российской Федерации в условиях борьбы с проявлением американского фашизма на Украине, Российский комитет рабочих считает вредным повышение пенсионного возраста, как подрывающая обороноспособность и препятствующая развитию производства и рабочего класса. Для достижения цели СВО следует исчислять трудовой стаж работников Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей Российской Федерации по формуле «два года трудового стажа за один год работы». Я хочу заметить, что важно. Действительно, мы сначала назвали как недопустительное повышение пенсионного возраста, но посмотрели внимательно на документы, которые правительство подписало уже, и Дума подписало, и президент Российской Федерации уже подписал. Поэтому здесь именно речь идет об отмене, повышении пенсионного возраста. Уважаемые товарищи, предлагается заявление Российского комитета рабочих, зачитанное товарищем Юрковым, принять за основу. Кто за? Прошу голосовать. Кто против? Кто удержался? За основу принято. Уважаемые товарищи, предлагается очередное заседание Российского комитета рабочих, предлагается провести 5-6 ноября. Есть какие-то предложения по повестке? Опыт организации и работы, инициативный групп рабочих на предприятиях. Еще есть какие-то темы, уважаемые товарищи? Может кто-то бы, к примеру, если кто-то обращался к библиотеке постановлений, которая на фонде рабочей академии размещена, на сайте фонда рабочей академии. Да, Александр, предложение? Как и выяснилось, что большинство бригад рабочих работают в условиях бригадной формы организации труда. Да, и, наверное, это вот, не то что наверное, а мы совершенно убеждены, и мы со мной согласились, что это прогрессивный шаг работы, организации, при члене фонда труда, их развитие, и со всех точек зрения. Вот рабочие здесь чувствуют себя увереннее, они вообще нервничают, привыкая работать вместе, решая вопросы той же устранения, начинают уже работать и на профсоюзном попрещенном месте, готовы к коллективным действиям. Я хочу напомнить всем товарищам бригадам, что Михаил Алексеевич Попов всегда обращал внимание, что вот такая активность и результативность в коллективной действии докеров водируется на том, что у них очень крепкие, большие бригады. И вот почему бы нам посмотреть на вопрос, а что можно сделать с точки зрения развития коллективных организаций труда, рабочих организаций, с профсоюзом, инициативным группам. Почему? Потому что всегда можно это сделать. И с этого Бога нас никак не остановит, понимаете? Вот скажут, ну и что тут, как? А мы хотим вот лучше организоваться. Потому что, ну можно сказать, мы проходили ведь все это, можно просто собрать людей и сказать бригаду. Для того, чтобы была бригада, нужна плановый счетный единиц, пересмотр норм. Тогда это попадает под контроль бригад. И так далее, и так далее. Тут очень большое поприще. И людей, которые далеки, можете, большие вопросы. Это очень конструкция, они в этом увлекаются, и потом начинается. Более шелкодом. Может кто-то от этого не скажет. А что бригады? Как это? Организации бригадной форумы? И от участия рабочих в организации. Не просто бригад. А участие. А что мы можем сделать, чтобы это развивать? Частье. Где-то потребуется от работы дальше, там где-то напрашивается. Они же все это похоронили по многим местам. Нет? Ну вот, как предложение. Потому что... Участие рабочих. Мы говорили о том, как повышать производительность труда, за счет организации труда. А как еще рабочие? Где они организуют труд? Где участвуют в организации труда? В бригадах. Если они не в бригадах, они не участвуют в организации труда. Их организуют в себя. Ну и потом это будет отвечать тому, что вот на нашем заседании. В первом вопросе. Мы рассматривали сам труд. С того выражения человека. Они не только как распыляют его результаты. В виде повышения заросных платы и так далее. А сам-то труд. Когда-то будем сказать, что тут можно сделать? Не только условия труда. Они очень важны. Но это все условия труда. А сам труд. Это в вашей жизни. Вот как в вашей жизни там реализуется? Галаш Антон. Смарт-эйдж фирмы. Суть в том, что я первый месяц работаю в этой фирме. И как раз я изучаю сейчас структуру организации. И это мне получается близкая тема. Достаточно. И я уже некоторые недостатки увидел в организации. И хотел бы... И взаимодействую уже с бригадиром, грубо говоря. Ну и хочу просто через полгода уже с готовыми результатами прийти. Ну как бригадир человек хороший, рабочий. Такое же в принципе. Ну вместе с нами занимается монтажом. Ну и пытается вот наших товарищей рабочих организовать. Ну и соответственно изучу. Может быть каким-то образом откорректируем работу бригады. Ну и я бы вот хотел вам этот результат на следующий РКР предоставить. Вот смотри, элементарный вопрос. У нас не хватает мастеров на участке. Мы подходим, говорим, им не хватает рабочих рук. Именно административных. То есть один мастер должен быть на участке, а их все трое разбежались, подписывали документы по всему заводу. Мы объясняем, давайте мы сделаем бригаду, и у нас бригадир возьмет на себя те функции, которые мастер несет. А оно в принципе по сути так и есть. Да, и это и с их стороны облегчает их труд. И с нашей стороны, потому что иногда приходишь, нужен мастер, а его нет ни хрена, они все разбежат. Согласен. Так, уважаемые товарищи, значит, такая формулировка предлагается для первого вопроса следующего заседания РКРС. Создание инициативных групп рабочих и развитие их в первичной профсоюзной организации для борьбы за свои интересы. Уважаемые товарищи, кто за, чтобы данный вопрос был первым вопросом в повестке следующего заседания РКРС. Прошу голосовать. Против. Продержавшись. Принято. Значит, вторым вопросом предлагается следующая формулировка. Участие организованных рабочих в создании и развитии бригад. Кто за то, чтобы данный вопрос был в повестке очередного заседания Российского комитета рабочих? Кто за, кто против. Продержавшись. Принято единогласно. Уважаемые товарищи, предлагается, значит, третьим вопросом. Вопрос о борьбе за продвижение проектов в прогрессивных коллективных договорах. Прошу голосовать. За. Кто против. Продержавшись. Принято единогласно. Тем самым, уважаемые товарищи, хочу сказать, что повестка на очередное заседание Российского комитета рабочих сформирована. Давайте, чтобы утвердить дату 5-6 ноября 2023 года, прошу голосовать. Кто за. Против. Выдержавшись. Единогласно. Уважаемые консультанты, по первому вопросу. Правочки. Уважаемые товарищи, по первому вопросу есть некоторое количество правок, которые в основном пришли от расширенного состава консультантов Российского комитета рабочих и вызвали некую дискуссию. Но, тем не менее, правки следует рассмотреть. Правка в первый абзац. В проекте, принятом за основу, звучит следующим образом. Российский комитет рабочих констатирует, что повышение производительности труда основа развития производства и улучшения благосостояния рабочих. Между тем, работодатели зачастую подменяют повышение производительности труда его интенсификацией, сокращая штат работников и вынуждая оставшихся трудиться более напряженно. Здесь предлагается раскрыть более подробно, что такое повышение производительности труда и что такое его интенсификации. И заменить второе предложение, начиная со слов «между тем». Следующим. Следует различать рост результативности труда в единицу рабочего времени, то есть повышение его производительности, и интенсификацию труда, то есть рост затрат труда в единицу времени. Работодатели зачастую подменяют производительность интенсивностью, сокращая при этом штат работников и вынуждая оставшихся трудиться более напряженно. То есть мы говорим, что работодатели подменяют одно другим, но мы вообще, многие забывают, что эти категории означают, вот эти понятия повышения производительности труда и что такое интенсификация. Вот здесь предлагается прямо в постановлении раскрыть, что это такое. Еще раз. Следует различать рост результативности труда в единицу рабочего времени, то есть повышение его производительности, и интенсификацию труда, то есть рост затрат труда в единицу времени. Работодатели зачастую подменяют производительность интенсивностью, сокращая при этом штат работников и вынуждая оставшихся трудиться более напряженно. Уважаемый товарищ, предлагаю то заправку, да, прошу голосовать. Кто против, кто воздержался, принято. Следующая правка касается второго абзаца. Во втором абзаце, в проекте, принятом за основу, раскрывается, к чему приводит повышение интенсивности труда. Подробно достаточно. Предлагается сократить этот абзац до более короткого общего предложения. Давайте я еще раз зачитаю абзац, как он звучит, а потом на что предлагается его изменить. Повышение интенсивности труда может увеличить выпуск продукции лишь на непродолжительный период времени, после чего он снизится из-за увеличения частоты и длительности период временной нетрудоспособности, повышения травматизма на производстве, развития профзаболеваний, снижения мотивации к труду, роста процента брака, повышенный выход из строя оборудования в связи с ошибками эксплуатации и так далее. Предлагается заменить этот абзац просто на следующую формулировку на одно предложение, которое присоединить к первому абзацу. Повышение интенсивности труда наносит вред рабочим, подрывает их способность к труду. Я согласен. А мы уже первым абзацом дали определение интенсивности производителя. Вот здесь и здесь речь идет немножко о другом. Мы раскрываем. Да, как раз для рабочих напоминание, к чему же ведет интенсификация труда, к каким проблемам она ведет. Действительно прорывает способность труда, как во втором варианте. Но при этом вот... За счет чего? Да. Я считаю, что рабочие, как правило, такие больно... Очень абстрактно, вред. А что, не верить? Надо как верить. Не вникать. Повторить не мать учения. Пусть сфотируют ключевые, может быть. Слава, в полном случае, по фунту, почему не решите, почему... Можно... Я выступаю против данной правки. Так что... Можно у вас против. Бороться за нее не буду. Нет, сейчас подсуждаем. Давайте как раз хотел пообсуждать. Дело в том, что... Вот эта правка... Данная правка, которая предложена, она очень... Да, она очень резкая и емкая, но она для дальнейшей работы... может нести неудобства. Потому что вот сейчас в постановлении заложена база для переговоров с работодателем, когда мы к нему подходим и объясняем. Вот вы сейчас интенсивность повышаете, а через два месяца у вас начнется вот это, вот это, вот это, вот это. Это же вот мы здесь сейчас понимаем, мы это слышали, да? Рабочие на заводах этого не слышали, и если они не прочитают в постановлении, они этого никогда и не услышат. Они все из нас это передадут на словах. И кто передаст, опять это в одно ухо влетело, в другое вылетело. То есть в постановлении заложена база для переговоров, очень такой мощный фундамент, для того, чтобы сказать, вот вы сейчас нас заставляете сильнее работать, через месяц мы тут все надорвемся, кто у вас работать будет. И вот это вот прям можно по пунктам перечислить. Последствия будут. Последствия будут, да. Кто, что, как вы будете выкручиваться из этой ситуации? А когда мы говорим о вредах рабочих, дым. Это их не касается, их только карман беспокоит. А вот о кармане мы как раз в этом вопросе и говорим, что рабочих не будет, оборудование поломается. Вот мало того, что даже вот просто рабочий просто устал, и сломал оборудование. Что такое? Это кто будет виноват? Это вот ваши последствия вашего повышения интенсификации труда. Мне кажется, не надо правку вносить. Вред производству будет. Кто за предложенную правку, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто издержался? Большинством голосов правка отклоняется. То есть оставляем, как было. Так, ну и соответственно, поскольку второй абзац у нас остался, предлагается просто чисто формальная правка. Повышение интенсивности труда может увеличить выпуск продукции лишь на их продолжительный период времени, после чего он снизится из-за увеличения частоты и длительности период временной нетрудоспособности, повышение травматизма на производстве, развитие профзаболеваний, снижение мотивации к труду, рост процента брака, повышенный выход из строя оборудования в связи с ошибками эксплуатации. У нас просто не связанное предложение. Не повышенный выход, а из-за чего? Из-за повышенного выхода. Ну, это такая косметическая правка, просто связанная с русским языком, предлагается ее сделать, проголосовать. Уважаемые товарищи, кто за предложенную правку? Все против, вы сдержались. Серьезно. Также. Так. Третий абзац. Самое последнее предложение. Звучит в данный момент следующим образом. Внедряемое новое оборудование должно быть оценено профсоюзом с точки зрения безопасности для работников. Предлагается расширить его таким образом. Внедряемое новое оборудование должно быть оценено профсоюзом с точки зрения безопасности для работников и уровня интенсивности труда. Что здесь нужно сказать по поводу этой правки? Действительно, введение нового оборудования, вместе с введением нового оборудования, работодатель может завернуть повышение интенсивности труда каким-то образом. Но это другой вопрос совершенно. Надо разделять введение нового оборудования и капиталистическое его использование. Когда за счет введения нового оборудования еще дополнительно интенсифицируется труд. И бороться против интенсификации труда это отдельный вопрос, с которым профсоюзом, безусловно, нужно заниматься. Но это никак не связано напрямую с введением нового оборудования. Новое оборудование должно вводиться в любом случае. Если работодатель интенсифицирует труд под зонтиком введения нового оборудования, то это не значит, что новое оборудование не должно быть введено. Его нужно вводить, но и бороться при этом против интенсификации труда на нем уже. А проверять его на безопасности работника? Да, проверять само новое оборудование нужно с точки зрения безопасности для работников. То есть здесь смешаны два вопроса. Использование оборудования и само новое оборудование как таковое. Вот само новое оборудование должно быть безопасным для работников. А интенсификация это вопрос его использования уже, а не самого нового оборудования. А как же те случаи с тракторами, которые произвели, внедрили, а они стали пожирать больше труда, чем старые? Конечно, здесь новые оборудования берутся в таком прочном смысле. Новые, как экономящие, человеческие трубы. Бывает, что такого не было станка, а привезли, он хуже, прежнего, неудобнее, неудобнее, чем такой тоже будет. Но если мы сейчас начнем, все разъяснят. Так а если никакого не было, а он появился, здесь тоже другой момент? Это экономия труда, получается, уже. Такой случай был? Да, да, да. Хотелось бы добавить, пояснить, что было у нас, например, на предприятии, и что стало. Вот раньше было много советской техники, те же экскаваторы и бульдозеры, там, 130-ки, сотки. Сейчас это все заменили на американские катерпиллеры, камазы японские. Они меньше ломаются. То есть, если раньше у нас в цехе работало 8 токарей, а теперь работают 2. То есть, намного меньше стало труда в обслуживании. Она меньше ломается техниками. Современная. Ну, это исключение такое, примерно, наверное. Ну, как бы, что не учтешь, но в принципе-то... Ну, то есть, если из-за сификации труда, как бы, требуется из-за новизны оборудования, это значит, что это не новое оборудование. Это значит, что это оборудование просто какое-то... Не новое оборудование в точном смысле. Да, да. Оно новое для нас, новое, да. Так, уважаемые товарищи, предлагается голосовать. Кто за предложенную правку, прошу голосовать. Кто против. Кто сдержался, все прав, отклоняется. Дальше, сразу же после этого абзаца, предлагается добавить короткий абзац. Для эффективного использования нового оборудования профсоюзам целесообразно добиваться развития коллективных форм организации труда, комплексных бригад, сквозных бригад и так далее. Возражения есть, товарищи, по правке? На смысле? Прокомментировать, может, кто-то хочет. Ну, и здесь, в принципе, предельно ясно все. А, полезно, да. Голосуем? Я вот послушал, как это, раньше писали, как у коллективных форм организации оплаты труда. Да, вот, сходоплаты, представляете? Видите? Достаточно организации труда. Да, организация, наверное, достаточно. Ну, конечно, потому что от плохоплаты тогда будет такая индивидуальная, но вы никак не доиграете. А бригаде она в любом случае индивидуальная тоже. Потому что компетенции разные у бригад. Особенно у комплексных бригад. Ну, кто решает, вы распределяете там по КТУ или это... Ну, КТУ это КТУ, а это же переменная ее часть. Ну, ладно. То есть она на, как бы, в общем выражении не повлияет все равно на зарплату. Так, уважаемый товарищ, предлагается голосовать, кто за предложенную правку. Прошу голосовать, кто за. Кто против. Воздержав. Против трое. Воздержались. Воздержались трое. Большинство правка проходит. Так, следующая правка. В общем, носит достаточно косметический характер. Рост производительства труда должен проводить к росту благосостояния работников. И в следующем предложении, там у нас есть слово «кол договора». С учетом падения жизненного уровня рабочих на протяжении нескольких десятилетий, необходимо включать в «кол договора» положение об увеличении и так далее. Предлагается «кол договора» заменить на коллективные договоры все-таки. Ну, да. Но это техническая будет. Уважаемые товарищи, кто за предложенную правку, прошу голосовать. Кто против, кто сдержался. Вот, а дальше в этом же предложении содержательная правка. Там речь идет о коллективной, включая в коллективные договоры, положение об увеличении заработной платы работников темпом, опережающим рост производительности труда. Предлагаете заменить на положение об увеличении реальной заработной платы работников темпом, опережающим рост производительности труда. То есть, рост заработной платы должен быть связан и с ростом производительности труда, и включать в том числе и инфляцию. То есть, и то, и другое должно быть включено в увеличение заработной платы. Соответственно, речь идет об увеличении реальной заработной платы. То есть, добавим слово «реальный». Да. Все, голосуем Нет больше мнений никаких Уважаемый товарищ, предлагается за предложенную правку голосовать Кто за, кто против Сдержавшийся, принято Так, и последняя правка Предпоследним абзаце Второе предложение При этом обучение работников должно быть более широким Чем просто овладение новыми производственными знаниями и навыками И приводить к повышению культурного уровня работников Так это предложение звучало в варианте, принятом за основу Предлагается следующее При этом обучение работников должно быть более широким Чем просто овладение новыми производственными знаниями и навыками И приводить к повышению образовательного и в целом культурного уровня работников Но здесь на самом деле Повышение образовательного уровня Он уже здесь указан Потому что если мы говорим о овладении новыми производственными знаниями и навыками Это и есть повышение образовательного уровня работников То есть мы противопоставляем Мы говорим не просто овладением производственными знаниями и навыками То есть образовательного уровня по профессии Но и культурного уровня работников в целом Вот она это был акцент в изначальной редакции этого предложения А теперь мы почему-то образовательного уровня Образовательного еще раз повторили Поэтому, ну и в целом вообще-то культурный уровень включает в себя образовательный Да, да, да Ну вот я бы выступал против этой правки Уважаемые товарищи, предлагается голосовать или не голосовать В общем голосуем, кто за, кто за предложенную правку Кто против Кто выдержался Думаю, выдержались большинство Все, по первому вопросу По первому вопросу правок больше нет Я готов зачитать его финальную версию Для того, чтобы принять в целом Постановление Российского комитета рабочих Борьба профсоюзной организации За повышение производительности труда на предприятиях в интересах рабочих Российский комитет рабочих констатирует Что повышение производительности труда Основа развития производства И улучшения благосостояния рабочих Следует различать Рост результативности труда В единицу рабочего времени То есть повышение его производительности И интенсификацию труда То есть рост затрат труда В единицу времени Работодатели зачастую подменяют Производительность интенсивностью Сокращая при этом штат работников И вынуждая оставшихся трудиться более напряженно Повышение интенсивности труда Может увеличить выпуск продукции Лишь на неопределенный период времени После чего он снизится Из-за увеличения частоты и длительности Период временной нетрудоспособности Повышение травматизма на производстве Развитие профзаболеваний Снижение мотивации к труду Рост 100% брака Повышенного выхода из строя оборудования В связи с ошибками эксплуатации И так далее Основанием повышения производительности труда Является замена основных средств производства На новые, более производительные Современное обновление техники Своевременное обновление техники Должно стать требованием профсоюзных организаций Профсоюзная организация должна контролировать Соблюдение работодателям нормативного срока использования оборудования Необходимо предусмотреть В коллективных договорах Согласование с профсоюзной организацией Решение о закупке И вводе в эксплуатацию Нового оборудования Внедряемое новое оборудование Должно быть оценено профсоюзом С точки зрения безопасности для работников Для эффективного использования Нового оборудования Профсоюзам целесообразно добиваться Развития коллективных форм Организации труда Комплексных бригад Сквозных бригад И так далее Профсоюзной организации Следует требовать от работодателя Чтобы возросшая производительность труда Приводила не к сокращению численности работников А к сокращению рабочего времени Для этого необходимо прописывать В коллективных договорах Гарантии занятости работников В связи с ростом производительности труда А высвободившееся время Направлять на повышение квалификации И профессиональную переподготовку работников предприятия Рост производительности труда Должен приводить к росту благосостояния работников С учетом падения жизненного уровня рабочих На протяжении нескольких десятилетий Необходимо включать В коллективные договоры Положение об увеличении реальной заработной платы Работников Темпом, опережающим рост производительности труда Требуется согласование С профсоюзами норм труда Смена оборудования Должна идти одновременно с профессиональной переподготовкой И обучением работников При этом обучение работников Должно быть более широким Чем просто обладание новыми производственными знаниями и навыками И приводить к повышению культурного уровня работников Рост производительности труда Является неизменным следствием Научно-технического прогресса Но для того, чтобы воспользоваться его плодами Работники, объединенные в профсоюзы Должны отстаивать свои интересы путем коллективных действий Нижний Новгород, 19 марта 2023 год Уважаемые товарищи, предлагается данный проект постановления принять в целом Прошу голосовать, кто за Кто против Кто выдержался Принято именно у вас По второму вопросу есть одна правка В абзаце Обучение работников на предприятии Должно ввестись в рабочее время в следующих направлениях Пункт 3 Обучение первичной медицинской помощи Здесь предлагается заменить На обучение первой помощи Так как это сформулировано В законе О В основах охраны здоровья граждан Российской Федерации 323 ФЗ Первая помощь Как особый вид помощи Оказываем лицам, не имеющим медицинского образования При травмах, неотложных состояниях До прибытия медицинского персонала Речь идет об обучении Именно этой помощи Поэтому, чтобы формулировка была точной Пункт 3 Заменить на слова Обучение первой помощи Правили, кто за предложенную правку Прошу голосовать, кто за Кто против Выдержавшиеся Я так понимаю, правок больше нет Правок больше нет Есть, но Да нет, наверное Постановление Российского комитета рабочих Участие профсоюзов В организации обучения работников на предприятии Российский комитет рабочих утверждает Что профсоюзы, как наиболее массовая организация работников Заинтересованы в развитии работников в профессиональном и личностном плане Повышение квалификации и другие формы обучения рабочих Иных работников Является фактором повышения реальной заработной платы Приближением заработной платы к стоимости рабочей силы Роста сознательности рабочих и требовательности к нанимателям Поэтому, несмотря на то, что вопросы обучения работников находятся в компетенции нанимателя Профсоюзы должны принимать деятельное участие в организации обучения работников Согласно статье 18 Федерального закона 12.01.1996.10.ФЗ О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности Профсоюзы вправе создавать образовательные организации и научные организации Осуществлять подготовку и дополнительное профессиональное образование Профсоюзных работников и членов профсоюза Обучение работников на предприятии должно вестись в рабочее время в следующих направлениях 1. Повышение квалификации и переподготовка, увеличивающие производительность труда 2. Обучение охране труда и безопасным условиям труда 3. Обучение первой помощи 4. Обучение профсоюзной работе 5. Обучение профсоюзных инспекторов труда, действующих в порядке ст. 370 ТК РФ 6. Культурная и просветительская деятельность 7. Наставничество и обучение молодых рабочих и специалистов Согласно ст. 196 ТК РФ Работодатель обязан проводить профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование работников Если это является условием выполнения работниками определенных видов деятельности А также создавать необходимые условия для совмещения работы с получением образования Предоставлять гарантии, устанавливаемые трудовым законодательством И иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, в том числе коллективным договором Российский комитет рабочих рекомендует профсоюзным организациям включать в коллективные договоры Положения, создающие благоприятные условия для обучения работников И стимулирующие работников для получения дополнительного образования Нижний Новгород, 19 марта 2023 года Уважаемые товарищи, предлагается данный проект постановления принять в целом Прошу голосовать, кто за? Против? Воздержавшись единогласно? Спасибо Так, проект постановления по третьему вопросу Здесь есть несколько правок от редакционной комиссии, далеко от Анатолича Мазура И поступили также от товарища Чопы Алексея Михайловича Во втором абзаце Первая рекомендация Российский комитет рабочих рекомендует Предлагается ввести следующий пункт При круглосуточной работе предприятия ввести 4 смены по 6 часов Предложение разумное с одной стороны С другой стороны, насколько технически сейчас оно реализуемо Это не задача рабочего Вот такое предложение поступило Все это согласуется с нашим требованием сокращения рабочего дня Понятно Уважаемые товарищи, предлагается голосовать, кто за предложенную правду Прошу голосовать, кто за? Кто против? Выдержались? Проходит В пункте 2, который звучал так Единовременно повысить заработную плату рабочих до 100 тысяч рублей и выше Олег Анатольевич предлагает сформулировать следующим образом Единовременно повысить заработную плату рабочих минимум на 100 тысяч рублей и выше От действующего уровня на 100 тысяч рублей У кого было 220? Это и было минимум за 100 тысяч рублей Было, что минимум до 130 тысяч сейчас Еще Попробую 20 плюс 120 Мы рекомендуем Ничего не знаем Наши рекомендации Есть еще какие-то мнения по данному предложению? Тогда предлагается голосовать за правду Кто за? Прошу голосовать Кто против? Выдержались? Конечно, я против Вы? Одиногласные, я так понимаю Нет, почему? Кто выдержался? Раз, два, три Большинство Один против, по-моему, был Да, один против Один против Вы кто? Кто? Покажи Мы знаем, что с ним делать С ним он просто на 200 хотел бы Так что большинством голосов правка проходит Хорошо В пункте 7, который звучит так Учредить столовые или комнаты приема пищи с доставкой горячих обедов на предприятие Вместо учредить предлагается поставить слово создать Учредить, да, немножко может быть Юридическое Такое архаичное немножко слово Создавать тоже создавать Создать, да, просто Создать 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 Не меняет смысл Не имеет Уважаемые товарищи, предлагается голосовать за правду Кто за? Кто против? Кто выдержался? Двое выдержались, большинство Создаем Создать Так, следующее 9-й 9-й пункт Восстановить медкабинеты Или кабинеты фельдшеров на заводах Предлагается заменить на Заводный на предприятие Ну, логично, потому что Уважаемые товарищи, предлагается Голосовать за предложенную правку Прошу Кто за Кто против Воздержавшись По поводу того, что его восстановить-то не было так? Ну, восстановить А что так? Организовать Потому что А если не было вообще? А, там Организовать медкабинеты и кабинеты фельдшеров на предприятиях Да, да, да Организовать Не только восстановить Значит, это я слово пропустил Ну, давайте еще раз проголосуем Вместо восстановить, организовать Да А если он есть Ну, речь Почему стояло слово восстановить? Потому что они были везде На самом деле Да На всех предприятиях они были А если новое предприятие Это новое предприятие Какой-то филиал Никого не было Хорошо Ну, понятно Ну, можно дописать, что Если их нету Ну, можно В принципе Все равно это организация Так или иначе Да Если она была, то это восстановление Так предлагается Восстановить, заменить слово Слово восстановить на организовать Уважаемые товарищи Кто за предложенную правку Прошу голосовать Кто за Кто против Кто выдержался Принято Если было Значит, заново организовать Десятый Организовать курсы Оказания первой Медицинской помощи Для всех работников Предприятий Нужно заменить Медицинской Над оврачебной Ну, если По первому пункту Если следовать Другой закона То первой помощи Просто Должны Ну, давайте Первой помощи Да, давайте Во втором Постановлении Уже было Другой помощи Ну, здесь И тоже Оставим Тогда Пункт Сформулируя Следующим образом Организовать курсы Оказания первой помощи Для всех работников Предприятия Кто за предложенную правку Прошу голосовать Кто за Кто против Вы сдержавшись Спасибо Спасибо Так Пункт 14 Добавляет Ну, вернее Предлагает Олег Анатольевич С целью обеспечения Порядка дисциплины На предприятии В местах проживания Рабочих Предотвращение Террористических актов Организовывать Рабочие дружины Ну, правовых расставаний Если нет забастовки В принципе Для этого нет Да, да Эту и компетентность Здесь не рабочую Как бы Почему 14 Он как Звучал раньше 14 Потому что Первые добавили Я понял А как Он раньше А его не было В России Добавляется Новый пункт Там просто Нумерация У тебя собьется Нумерация Сейчас сбилась Уже Она на один Съехала Из-за того Что добавили Первый Про смены С целью обеспечения Порядка и дисциплины Предприятия В местах проживания Рабочих Предотвращение Террористических актов Организовывать Рабочие дружины Рано Здесь К местам проживания Привязываются Дружин В местах проживания Это сделать можно реально Но Это уже компетенция Местных властей Получается Не работают Не администрации Организовать дружину Можно Инициативно Если все в одном Общежитии Живут Террористических актов Потому что там Скорее всего Охранник сидит Ему деньги платит Давайте голосовать Кто за предложенную правку Прошу голосовать Кто за Кто против Кто сдержался Все равно большинством Отклоняются Который снова Усилить контроль За соблюдением ТК РФ Для рабочих Которые трудятся Во вредных условиях Условия Не допускает нарушений Своевременно Информировать О них Надзорные органы Предлагается Вставить Предлог В Надзорные органы Информирует Огрызных И опасных Информирует Организации Усилить контроль За соблюдением Кодекса РФ Для рабочих Которые трудятся Во вредных И опасных Условиях А то мы Опасных условиях Не взяли Опасных условиях Ну вы точно Надо выкидывать Потому что Это Норматически Неправильно Вредных И опасных Условиях Во вредных Я рекомендую Когда в следующий раз Справки будете делать Вы выделяйте Именно те слова Которые вы Правите Когда вы выделяете Весь пункт Бывает иногда Довольно сложно Понять Что конкретно Вы хотели Поменять Что не было Этих пропусков Конкретно Что добавили Что хотите Убрать Ну добавить опасных В принципе Правильно Предлагается За предложенную Правку Голосовать Кто за Кто против Вы сдержались Принято Дальше Семейным парам Работников Предоставить В аренду Квартиру В современных Новостройках Рядом С предприятием За счет Работодателя Предлагается Заменить Семейным Работником Предоставить В аренду Квартиру В современных Новостройках Рядом предприятия насчет работодателя здесь я так понимаю что имелось ввиду что если не оба работника являются не оба я так понимаю речь зашла изначально из-за того что когда и супруги работают на одном предприятии что-то профсоюзов в том варианте который не отправили никаких слов про профсоюз согласование с профсоюзом просто девизами смартфона семейная пара нет здесь смысл того что на одном предприятии работает семья из оба супруга работать на одном предприятии то тогда им но а кто тебе одному вряд ли что это тогда мы говорим о том что каждую семью нужно обеспечить шлипел тогда просто так надо просто смысл то меняется получается тогда мы каждую семью должна без то есть работать за счет работодателя я подразумеваю это так что когда оба супруга работает на одном предприятии то предприятие может конечно как извиняюсь у нас получается эффективные браки ради квартиры эффективный брак заключить сообщение квартира дается не собственность а в аренду а если выдаются квартиры на двух предприятиях работают нужно на разных предприятиях работают однако 5 и получше квартиру другого не полностью чтобы есть сдавать потом не может и макарада и тех кто на разных предприятиях работают нужно где-то жить пускай зеленый но чем о чем вот мы сейчас говорим у нас предыдущий пункт молодым рабочим предоставить комнату в общежитии за счет работ владателя или компенсировать съем жилой площади зачем ему фиктивный брак если ему вот в реально он может снять точно также предлагает свою на то чем парень слушай ворота это не квартира это же не в собственность а варенду на же ему не принадлежит квартиру также комната есть разница разница я согласен что изначально была идея именно паре работников которые трудятся на одном предприятии но это логично какой-то шаг предоставление если говорить о всех семейных получается не надо рожать детей чтобы тебе было более комфортно причем тут рожать про детей вообще месяц у пары могут быть дети могут может не выйдите речь идет о том что если нас на заводе образовалась из работников пара им предоставляет жилье соответствующий если предприятие располагает жилым фондом она все эти меры предусматривают то есть если предприятие не располагает и не в состоянии располагать жилым фондом там не метро ты не получишь не в аренду не собственность никак и не компенсации не получишь но как правило показывает практикой но в моем понимании вот правильно макси лович говорит то есть обеспечили молодого специалиста или вновь пришедшего работника общежития соответственно он изменил свой гражданский статус появилась ячейка общества семья работающие на этом на одном предприятии они как бы ввиду того что они оба работают на одном предприятии соответственно это дает им право получить как бы отдельные совместные служебные там или аренды как жилье вот и все только лишь об этом мы говорим стимулирует предприятие правильно ну конечно чтобы они остались вместе работать вместо семейным парам работников записать семейного работника всем получается надо все заведомо нереально требуем кто за предложенную правку прошу голосовать кто за два три четыре пять кто против здесь большинством проходит кто издержался проходит не проходит не про слово на предприятии организовать и внедрять на предприятиях потише и товарищ на предприятиях вместо заводов на предприятиях институт наставничество наиболее квалифицированных и общих опытных рабочих над мной принятыми рабочими студентами практикантами уважаемый товарищ предлагается за данную правку проголосовать кто за кто против сдержавшуюся следующая правка такого же плана 19 организовать целевой набор студентов высшие средние профессиональные учебные заведения с последующие работой по направлению на заводах и фабриках вместо этого предлагается предприятиях ну я думаю что то же самое можно на предприятиях предлагается голосовать кто за правку прошу голосовать против кто сдержался большинство проходит так вот направка в этом же пункте высшие среди было высшие средние учебные заведения предлагается добавить высшие средние профессиональные учебные но это логично потому что не общая небо в общеобразовательных идет речь профессиональный средний профессионал уважаю товарищ предлагается за данную правку голосовать кто за кто против выдержался проходит так следующий пункт для который звучал так для увеличения производительности труда составит реестр устаревшего оборудования на предприятии и обновить его фонд в течение полугода точка была предлагается добавить требовать полного использования маргардационных средств и большей части прибыли на обновления средств труда здесь просто амортизация не направлено на увеличение производительности да просто обновление то есть замена старого оборудования на новое не обязательно более производить то есть это может быть из предложений не включать потому что он вообще тек скажем так выбивается из общей конвей вот этого основания то есть амортизационное средство это отдельное совершенно да что касается использования части прибыли на обновление средств труда здесь идет вообще расширение производства понятно да что же выходит за рамки данного постановления предлагается за данную правку кто за прошу то против то вы сдержался большинство отклоняется так и предлагается добавить еще один пункт надбавка за выслугу лет два процента за каждый год работы с какого года с первого самого первого года с первого года согласуется именно с тем вопросом о производительности роста производительности труда в плане того что нам нужны работники с опытом работы которые передавали свой опыт на предприятие соответственно получают больше заработка как у меня допустим на предприятии человек это вот 15 лет с 13 лет больше чем у меня надбавка за выслугу да она раньше везде присутствовал просто ее в каком они с нулевого нет не с нулевого здесь конечно я будут уважаемые товарищи порекомендовал все таки вот приходит человек да понятно что кто-то может прийти и человек хватки как бы сразу во всем разобраться и как бы за короткий промежуток времени стать неплохим специалистом да а может человек извините 20 до и 20 и 40 лет пока вот его не пнешь не толкнешь он такой вот вялотекущий как бы работает но вот этот вообще институт он работал я не знаю буквально прям лет 10 на 15 назад он был отменен ввиду того что опять вот эти унифицированные формы стали водиться зарплаты где в общем вот эти надбавки которые раньше много что давали да то есть одна надбавка другая надбавка они как бы в купе получались как бы неплохое добавление в целом джал у них вот сейчас вот эти унифицированные системы оплаты труда они как бы отошли от того что и руководители поясняют постоянно этой темы готовы платить только тем кто эффективно как бы работает да то есть а вот это определение от стажа конечно как бы они от этого отказались на тот момент но понимая то что действительно человек на определенном моменте то есть стаж подразумевает собой накопление все-таки какого то опыта так или иначе да и если бы кому-то значит этот пункт опять удалось бы внести в локальные нормативные акты своего предприятия это было бы конечно неплохо я буду голосовать за этот пункт но а вот с временных конечно здесь бы с трех лет с пяти лет когда началось платить это ну потому что с года как бы когда сразу человек пришел это как бы ремонт не совсем понятно у нас предприятие возникла такая ситуация человек приходит отрабатывает год полтора и два допустим начинает выполнять работу такого же уровня как выполняют работу там старики по 30 лет на предприятии когда я делаю все то же самое почему он больше получает ответственность одинаковая он получает только за то что он 30 лет на предприятии проработала я чего вот возникает противоречие то есть мы в этом случае молодых людей которые только что пришли мы а тут же получается что человек отработал 30 лет косячи постоянно то есть за них все время надо что-то переделать а он будет получать там допустим набор больше за оплату и же чем косячи даже не больше есть да вот пара людей которые вот они они выполняют работу у них по этому самому по документу 5 разряда им 3 доверяют потому что даже лишают закрепления за сборками согласие есть азитирует на этом а здесь но их же не лишишь выслуги если человек отработал 30 лет ему выслугу то не уберут и он так и получает и приходит начальник говорит вот этот вот баран получает 80 90 а за что мы ему платим а уволить его не могут он как бы дисциплинарно не косяч как пояснение у нас вот в том году сняли вот да вот сняли потому что приходят молодые они делают все то же самое и говорят а почему вот он вот мы одинаково работаем по производительности одинаково работаем по качеству получается на мой взгляд человек разделяется мнение то есть кому-то значит эта правка нужна принципиально кто-то считает что институт да и должен значит в каких-то местах по примеру наших товарищей мы видим что действительно может быть это и не нужно здесь надо понимать что она эту норму носит рекомендательный характер если актуально для вашего предприятия вносите положение в коллективный договор если оно не актуально не вносите вот это вот как раз еще и разобраться вот я например я привел то что у нас на предприятии есть я примел привел аргументы которые выдвигались потому что сам я пока еще не принял решение то есть для меня например да если я хочу работать на предприятии для меня выслуга это хорошо конечно это оно и насильно вопросы очень конечно интересные действительно стоит обсуждать но только я хочу напомнить вот у нас как постановление называется о требованиях рабочего класса в условиях специальной операции вот выслуга лет это связано специальной операции или вы рассчитываете что это будет идти там 25 лет и тогда имеет значение сколько ну а чем вообще хороших требований по улучшению рабочего класса у нас есть целые задачи коллективные действия кто забыл и оттуда можно все взять и за это бороться и мы никто не не говорили что это что эта программа задачи коллективные действия перестала быть актуальна но мы из этой программы взяли то что вот именно в условиях СВО актуально ну и что-то даже добавили что не присматривая программа поэтому неужели мы сейчас будем о выслуге лет говорить которые 20 лет было до СВО после СВО это все очень интересно но вы свода чего вот сейчас мы с чем пойдем что нужно чтобы сейчас вот этот напряг как-то как-то обеспечить без того чтобы рабочие не умирали вот именно выслугу лет сейчас решает вопрос при том что она интересна и стоит того пообсуждать и как было и как будет я просто хочу сказать давайте вот этот критерий не забывать даже с этой точки зрения 4 на 6 тоже это то к чему мы должны прийти или то что вот сегодня без этого не обойтись но обходится как вот сейчас мы это ставим вот я пропустил к моменту может стоило выступить но товарищи вот вы знаете что я всегда уступал за 6 часовой рабочий день да но надо понимать в момент когда это особенно надо двигаться когда у нас первым пунктом идет 4 по 6 а рабочих на две-то смены не хватает то как-то скажут какие-то несерьезные люди они видны от мира всего вот вы как сами с этим лозунгом придете вас как поддержат поймут вообще говоря вот в свое время Ильин говорил что не надо отрываться от массы в том числе и от понимания масс но некоторые лозунги надо смягчать он например тоже когда там было 8 часовой рабочий день и так далее а он писал ну поскольку нас не надо поймут дать напишем переход к 8 или постепенный переход смягчи смягчи потому что первая реакция будет ах да как а мы сейчас это врубаем тоже ну как то я не знаю то есть я хочу сказать давайте не путать вообще наши стратегические задачи с тем что мы решаем в условиях СВО поэтому выслугу лет это вот не тот вопрос который решается в условиях СВО и критически важно для работы в условиях СВО Свердолеев Тимура Южные сети город Иркут то есть мы считаем что он важен именно в условиях СВО потому что если у нас труд стал тяжелее на предприятии то работник который работает в предприятии 15-20 лет да он не выдерживает этот труд он просто уйдет и не будет у нас опытного работника на предприятии на оборонном А если ему дать надбавку за выпуска сzinho лет то он будет пахать он за эту надбавку зняя что такую надбавку нигде больше не получится ему нужно будет 20 лет на предприятии отработать чтоб какую надбавку получить он останется на предприятии и сдюжит Он отработает еще год сколько нужно отработать на это СВО Выдержит и будет работать дальше, будет передавать опыт А по поводу того, что некоторые работники 20 лет работают, а так ничего и не умеют Так что вы их держите на предприятии, гоните их? Гоните самим коллективом их, гоните, либо учите их Как? А у вас коллектив на что? Морально Морально давить на человека? Да если не хочет он обучаться, значит гнать его А именно так, не садись со мной рядом на обед Экспериментальный производственный кабинат УРФУ Я выступлю в поддержку этой правки Почему? Потому что если мы говорим о СВО На текущий момент, да, можно конечно говорить, что какие-то вот сиюминутные должны быть требования Но СВО это же не только конкретное СВО А это речь-то идет о обороноспособности страны нашей И на перспективу эта мера должна работать так, что на предприятии люди задерживаются Получают омп и обеспечивают обороноспособность нашей страны не только в рамках данной специальной военной операции Но и на будущее Поэтому я поддержу Уважаемые товарищи Раз уж Как бы Общие такие моменты мы начинаем обсуждать Да Вот К примеру Какой он третий Четвертый пункт Установить долю постоянной части заработной платы Это же гораздо важнее Или увеличить в целом заработную плату работников Доводя ее до реальной стоимости рабочей силы То есть эти моменты гораздо важнее, чем вот Ну на мой взгляд Чем вот эти вот местечковые доплаты То есть Мы и так всегда боремся за увеличение заработной платы То есть А это же крупица ведь всего лишь какая-то, правильно? Это почет уважения, в первую очередь А? Это уважение, в первую очередь Уважение к переработникам, которые там много Нет, она может, конечно, быть мотивирующей Ну, как бы Мотивировать человека Для того, что он действительно Там Собрался Долго Как бы Работать Но Молодой человек К примеру Придя На предприятие Посмотрел Там Не понравился Он Взял Кстати, да Свободно ушел То есть Вы поймите Если у вас не будет достойной нормальной заработной платы То есть Вам никакая-то прибавка тоже ведь не поможет Она Вот эта доплата Я просто сейчас Не помню Ну По крайней мере Там что-то до 20% всего лишь было Ну ничего себе всего лишь 20% Нет Нет, я имею ввиду То, что А если мы на сегодняшний момент Говорим о том, что у нас постоянная часть Не на всех предприятиях 80% То есть Я вот к чему То есть Вот вопрос Про долю постоянной части Он Как бы Сильнее гораздо Ну а Опять же Любые доплаты Вот Александр Владимирович Я Ну теперь понял К чему он это Как бы подвел То есть Любые На сегодняшний момент Если вы готовите Проект коллективного договора Да все, что улучшает положение Включается туда Это не мешает И никакого отношения Как бы В целом-то Не Это не обязано привязывать Да, да К СВО, да То есть А сейчас мы говорим О тех мерах Которые в первую очередь Необходимы Для сегодняшнего Ну вот На сегодняшний момент И хорошо бы Если бы К примеру Там В кратчайшие сроки СВО бы Это закончилось И мы бы Перешли бы К нормальной Обычной работе Как бы А там уже наполняем Коллективный договор Теми требованиями Какими считаем Нужным Вот поэтому И вопрос-то он стоял На мой взгляд Из-за того Что Что нам применить Именно в данной ситуации Я думаю Здесь Вот Если Решать Вот Удастся в предприятии Вот То, что Зависело от стажа Выплаты То это было Премия по итогам года Она была Вседомо усмотрение администрации Вот она Уплачилась По стажу Там В зависимости от стажа Там Десять лет Выставка у нас По выставке По месяцу А в данный момент У нас ее отказались Уже несколько Лет на пять Мы не получаем Завплату То есть вообще И получается Мы в общем-то Одинаково положение Находится Что Четвертого Разряда Следствия Что шестого Выполняя работу Например Шестого Разряда У меня Со мной Люди Которые Меньше Разряда Работают Они так же Но вот Есть Вот я Бригадный Метод Работа Там Можно С помощью КТУ Компенсировать То Человек Как бы Работает То есть Делают Работу Повышенного Роджа Для себя Сложности Вот Но Главная Задача По большому Счету Нам Чтобы Любиться Чтобы У нас Был рост Заработ Платы Зарплата Подделась А вот На момент СВО Я считаю Что Надо За Поднятие Зарплаты Это Это Главнее Я даже Считаю Что А По выслуге Надо Отдельно Разбираться И Да Зачит Коллективные Договора Уже Работал Потому Что Люди Жертвуют Выслугой Ради Больше Зарплаты То есть То есть Ну что Ты составляешь Работал Но Если Ему Предлагают Сразу Больше Он Уходит Конечно Нам Жу Ищите Лучше Да Она Нас Сдел Чтобы У тебя В предприятии Буду Лучше А тем более Ввести В условиях Операции Нам Надо Сохранить Лидер Все Но Как И Долг Закрываем Нормально Короче Выслуга Это Лучше Завтра Больше Зарплаты Сегодня И Сегодня Это Кто Недавно Пришел А Кто Давно Работает Сво Сегодня На Сегодняшней Проблеме Чтоб Народ Не Разбегался Те Кто Давно Работает Имеет Выслугу Предлагают Больше Зарплат Он Плюет Ну У нас По Тысяче За Год Десять Лет Десять Тысяч Это Как Б Держивающий Фактор Те Кто Молодвить Эк Они Что Бросят И Уйдут Что Доплачивают Нам Нет Так Что Значит У этих Снять Что Лидер Так Вообще Надо Уровить Засад Чтобы Подыматься Чтобы Он Вышел Сам По Семь И Постар Декс Семь Вышлуга Это Хорошая Хорошая Сравненная Мера У нас Товарищи Мне не разделились Тогда Давайте Голосовать И Потом И Чему В Так В Тоже Предложенную Правку Прошу Голосовать Кто За 8 Кто Против А Есть Я Двое 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 Большинство Простой Большинство Сколько Семнадцать Девять Человек Должно Выйти Семнадцать Здесь Два Понятия Вовшиваются К тем Кто Выдержавшимся Тем Кто Вы Читает Девять Восьми Получаются Тогда Не Проходят Собрались Считайте Как Хотите Дикатур Пролетариат Неограниченный Закон В том Числе Математики Молодежь собралось, конечно, какие-то добавки за выслуживание. Ладно, хорошо. Все, больше оправок нет. Уважаемые товарищи, предлагается зачитать проект постановления с учетом правок для того, чтобы принять проект постановления в целом. Постановление Российского комитета рабочих о требованиях рабочего класса по улучшению своего положения в условиях СВО. Российский комитет рабочих констатирует, что в условиях продолжающейся СВО, рабочий класс несет на себе основную нагрузку в тылу и на линии боевого столкновения. Заводы, выпускающие военную продукцию, перешли на круглосуточный режим работы. Согласно изменениям, внесенным в Трудовой кодекс в 2022 году, работодатель вправе привлекать рабочих к сверхурочным работам без их согласия, а также отзывать из отпуска или не предоставлять отпуск во время проведения специальных военных операций. В этих условиях необходимо принять меры для сохранения и усиления рабочего класса опоры России. Российский комитет рабочих рекомендует при круглосуточной работе предприятия вести 4 смены по 6 часов. Одновременно повысить заработную плату рабочих минимум на 100 тысяч рублей и выше. Ежеквартально повышать зарплату на уровне инфляции плюс 5% сверху. Установить долю постоянной части зарплаты на уровне не менее 80%. Повысить оплату сверхурочных работ. Первые два часа должны оплачиваться в двойном размере, последующие в тройном размере. После окончания СВО предоставить трудящимся компенсации в виде дополнительных дней отпуска. Создать столовые или комнаты приема пищи с доставкой горячих обедов на предприятии. Для работников ночных смен организовать бесплатный транспорт к месту работы и обратно до места жительства. Организовать медкабинеты или кабинеты фельдшеров на предприятиях. Организовать курсы оказания первой помощи для всех работников предприятий. Проводить оздоровительные мероприятия для работников за счет предприятий. Оформить полис ДМС для каждого работника за счет работодателя. Вести рабочий контроль над условиями труда и его охраны, в том числе привлечь рабочих в комиссию по охране труда и в комиссию по проведению спецоценки условий труда СОУ. Усилить контроль для соблюдения ПТК РФ для рабочих, которые трудятся во вредных и опасных условиях. Не допускать нарушений и своевременно информировать о них надзорные органы. Молодым рабочим предоставить комнату в общежитии за счет работодателя или компенсировать съем жилой площади. Семейным парам работников предоставить в аренду квартиру в современных новостройках рядом с предприятием за счет работодателя. Организовать и внедрять на предприятиях институт наставничеству наиболее квалифицированных и опытных рабочих над вновь принятыми рабочими студентами-практикантами. Организовать за счет работодателя постоянное обучение и переобучение рабочих различных специальностей на курсах повышения квалификации и перепрофилирования. Организовать целевой набор студентов в высшие и средние профессиональные учебные заведения с последующей работой по направлению на предприятиях. Для увеличения производительности труда составить реестр устаревшего оборудования на предприятии и обновить его фонд в течение полугода. Вести рабочих комиссии по закупке и вводу в эксплуатацию нового оборудования. Возобновить движение рационализаторства среди рабочих и инженеров. Создать рабочую комиссию по контролю за выполнением госзаказа на предприятии. Включение тех требований в коллективные договоры и заключение контроль за их исполнением это прежде всего задача трудовых коллективов и боевых профсоюзов. Никто так сильно не заинтересован в процветании России как рабочие, главная производительная сила России и главная прогрессивная политическая сила. Нижний Новгород 19.03.2023. Еще хотел бы все-таки вернуться к этому пункту 4х6. Вот хорошо, вот у вас есть количество работников, которые вы работаете и вы теперь приходите и говорите, я требую введения 4х6. Он говорит, ну хорошо, вот вы, Тимур Григорьевич, будете работать 2х6, а вы еще, Владимир, еще 2х6. Вы этого хотели? 4х6 или вы что-то другое имели ввиду? Так если вы имели ввиду, что вести 4х6 за счет привлечения дополнительных работников, это я понял. А если вы 4х6 для существующего штата, если кто работает, я не знаю там, ну скажем, сколько реально, есть круглосуточно? Ну а как же, по 12? Бывает. Это что-то меняет или нет в вашем положении? Ну давайте разобьем тогда. Не один по 12, а два по 6. Да, два по 6. Вы это хотели сказать, это облегчит, положение рабочего класса увеличит производительность. Или тогда давайте, скажите, за счет привлечения дополнительных работников, ну или тогда это какая-то глупость получается, спросите вот так, просто 4х6 вместо 2х12. Ну будете, две смены подряд. А то еще извините меня. Работа, работа в течение двух смен подряд запрещается по трудовым кодексам. Ну понятно, что запрещается, да, но ничего страшного, скажут. Тогда будем 6 через 6 работать. Да, 6 через 6. А то где-то скажут, ну можно прихватить еще одну смену 6 через 6 и еще одну 6. Понимаете? А тогда может 3 сменки поработать подряд. Это же не 24 часа. То есть тут мы куда дорогу открываем? Зачем это нужно? Что выигрывает рабочий от этого? 4 по 6. Если мы не указываем, что за счет дополнительных работников, имею в виду, что каждый работает меньше, будет работать. То есть если это в пункте не содержится, а вот я привел пример, как можно трактовать. Нет, для привлечения в штат, конечно. Если это не содержится, то тогда вот этот пункт, он ничем, так сказать, не хорош. Потому что это не сказано, что без понижения заработной платы там. Вы 6 будете без понижения, из понижения. Мы когда говорим о сокращении рабочего дня, мы всегда пришиваем, потому что это как услышит рабочий, значит будет меньше зарабатывать. А смотри пункт 2, ну это, сказать, это непонятно, как они соотносятся. Так, то запишите, что с привлечения дополнительных работников, с понижения заработной платы. Ну это вот, и тогда это что, это какой-то такой пункт будет вот, мне кажется, что не очень он продуманный. Ну я понимаю, что я пропустил, проголосовали. Ну, товарищи, вам придется объяснять, что вы теперь будете работать вместо одной смены 2, но по 6 часов. А насчет понижения заработной платы, это еще непонятно, может быть, мы будем. Есть просто вещь, нет, у вас смены, смены никакого отношения к заработной платы не имеют, продолжительность смены. Потому что общая норма времени не меняется от того, какая продолжительность смена. Ну так и не меняется, какая связь? У нас 40-ка часовая рабочая неделя. 40-ка часовая рабочая неделя, она так и остается, 40-ка часов работы. Другое дело, что смен будет больше, это понятно, надо понимать, что за этим возрастают затраты на то же самое перемещение, на травы, так сказать, к месту работы и обратно. Много всяких нюанс формулировку, либо надо менять формулировку, либо выбирать, да. Надо выбирать, надо пересмотреть на самом деле. Может быть, просто добавить, что в том, что будет дополнительная смена, видимо, то есть нет этого формулировки, то нет этого дополнительные рабочие места, то есть рабочих нужно набрать еще. Туда-то при умещении численности рабочих, переходить на всех предприятиях вот так сейчас можно сделать разом-то. А на сегодняшний момент кто-то актуален? Не то, что разом, мало ли кто вообще на это пойдет сейчас из-за руководства. Для работников это было благоприятно, допустим, то, что мы на следующем будем рассматривать, введение, допустим, сквозных бригад, когда это непрерывный процесс, и передача идет непосредственно от смены к смене, да, без остановки производственного процесса. Можно, да, это сложный действительно вопрос, который нужно прорабатывать технически, технической точки зрения. Тарас, тут возникает два вопроса. Возникает два вопроса. Если две смены по шесть часов, это у нас вот одна ставка, получается 12 часов в сутки работает, или это две ставки? То есть человек, получается, работает на две ставки. А вот, возвращаясь к профессорезу медиков, вопрос, потому что у них очень много совместительства, так они пытались отказаться от совместительства, работать на полторы-две ставки, заставляя работодателя платить за переработку. То есть работая восемь часов плюс три сверхурочных, мы получаем как раз вот эти коэффициенты 2 и 3, которые мы здесь рекомендуем сделать. А если мы делаем по шесть, у нас никаких переработок. И для рабочих мы получаем лишние переезды, да, туда-сюда мы мотаемся, мы получаем, если мы получаем две ставки, ну, какие у вас переработки? Нет, у вас вот одна ставка, а вот у вас другая ставка. И в рамках этих ставок никаких переработок у вас нет. Вот если у вас в рамках одной ставки практически на восемь часов, а вы работаете 11-12, да, у вас переработка, и за это обязаны платить. А если вы работаете, да еще и с перерывом, да, два по шесть переработок вроде как, у вас две ставки, всего никаких переработок, то есть человек будет пахать, прыгать вот эти вот с шести часовки, то есть он домой, с работы домой, с работы домой, с работы домой. Нам нужно переформулировать, набрать людей, да, у нас набрать людей, это примерно 4 месяца, если вот человек пришел, и с этого момента он на завод попадает через 4 месяца. В лучшем случае, да, так полгода, полутора до двух лет. А, текущий год перерабатывать, да, они все равно перерабатывают. Но им за переработки сейчас платят, платят в коэффициентах, а сейчас предлагается еще увеличить коэффициент, вот этот вот как бы хороший момент, да, политический официент. А, еще, еще, еще какой момент, еще как бы момент, когда работает человек, вот мы организовываем круглосуточную работу, да, по испытаниям, например. У нас, ребята, определяются, кто готов работать в ночь, им удобнее приехать к 7 вечера и уехать в 7 утра. Им гораздо удобнее, чем мы были ночью в 12, там, поедем домой в час. Да, здесь надо или дополнительные смены в воде, или кто-то к часу ночью приедет, да, на работу. Вот это опалдеть, удовольствие в это время приехали. Но человек, который выходит в ночь, он получает компенсацию за ночные, он получает компенсацию за следующий сверхурочный. То есть, ночные отработал, у него пошли сверхурочные с коэффициентом. То есть, ночные, они очень хорошо оплачивают. В сверхурочные, если увеличим они сами. Немножко такое. Есть положение в актовом методе, которое сейчас работает и которому руководствует организацией. Там указано, что по медицинским показаниям рекомендовано перевод из дневных и ночные смены не чаще, чем раз в месяц. Раз в месяц на какой период? Ну, минимум, чтобы человек месяц работал либо в день, либо в ночь. Ну, не чаще туда-сюда его перетягивало. В эту, по-моему, выходной? Или он так работает? Ну, а вахтовый метод немножко другая вещь. Там люди живут фактически по месту работы. То есть, если это вахтовый метод, то переход с шестичасовым сменам, в общем, не должен. Да, проснулся уже в работе. Да, конечно. Убираем ее. Да, мое предложение, уважаемые товарищи, за то, чтобы эту правку отклонить. Отклонить. Не дорого. Да. Прошу голосовать, кто за то, чтобы правку отклонить. Вот и все, и важно. Кто против, кто удержался. Все, правочка отклонена. Ввиду того, что проект постановления был уже зачитан, и это первая, да, правка у нас улетает. Первый пункт будет тогда иновременно повысить зарплату рабочих минимум на 100 тысяч рублей. В общем, тоже перебор, конечно. За 100 тысяч тебя покусают. Ну поймут. Кто не поймет. Уважаемый товарищ. Вы против? Коллектив. Нет, нет, да. Ну скажут фантазеры какие-то. Да, да. Могут так сказать. Могут так сказать. Можно объяснять, каким образом, товарищи, я что хотел сказать. Я когда говорил вот о таких резких повышениях, я говорил, ребята, мы закладываем в требования сразу больше, чтобы было чем торговаться. То есть, вот предложение такое, что… Мы заложили на столько больше, что там скажут, что… Ну а как торговаться? Да не на столько больше. Да, да, сразу объясняю, что вот ребята на Владимиростоке там просили плюс 50 процентов, получили там 4 десятых. Нужно переживать. Будьте реалисты, как требуете невозможные. Так, товарищи, предлагается, значит, данный проект постановления принимать в целом уже. Без учета того пункта, который мы сейчас отмелись. Прошу голосовать, кто за то, чтобы данный проект постановления принять в целом. Голосуем. Кто за, кто против, кто выдержался, победили. Да, дорогие товарищи, по поводу заявления Российского комитета рабочих, которое называется «Отменить повышение пенсионного возраста в областях вошедших в состав РФ» поступило 3 правки. На самом деле 4. Одна правка от консультантов. Так, первая правка в самом названии предлагается следующая. «Отменить повышение пенсионного возраста в территориальных образованиях, вошедших в состав РФ». Такая правка поступила. «Товарищи Чопы, я бы выступил против этой правки, потому что непонятно, что такое территориальное образование. Муниципальное образование тоже территориальное образование, вообще какой-то такой вялый термин «территориальное образование». И действительно, если мы говорим просто про областях в названии, то мы путаем области республики. Поэтому я бы предложил заменить на «Отменить повышение пенсионного возраста в республиках и областях, вошедших в состав РФ». По-моему, так уже прямо и предлагалось уже тогда. Ну, вот территориальное образование звучит явно не очень хорошо. Но можем голосовать по отдельности. Сначала территориальное образование, потом республики области. Давайте. Так, первая какая? Первая правка – «Территориальных областях», то есть «Отменить повышение пенсионного возраста в территориальных образованиях, вошедших в состав РФ». Кто за предложенную правку, прошу голосовать. Кто против? Все, отмели. Так, следующая правка – «Отменить повышение пенсионного возраста в республиках и областях, вошедших в состав РФ». Прошу голосовать, кто за, кто против, кто издержался. Принято. В первом предложении, принимая во внимание исключительные тяготы, которые несут на себе трудящиеся Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей Российской Федерации. Предлагается вот здесь после этого добавить с 2014 года. Но, вообще говоря… Их признали. Да. Значит, нет. Два момента. Действительно, тяготы ДНР и ЛНР ведет с 2014 года, несет на себе. А вот Херсонская и Запорожская область с 2014 года несет на себе тяготы всей ситуации. Я вот в этом не уверен. И тогда нам нужно как-то отдельно ДНР, ЛНР писать, отдельно Херсонской и Запорожской области… А зачем это уточнять? Разъяснять, да. То есть это как-то усложняет всю конструкцию. Поэтому я бы рекомендовал эту правку не принимать. То есть, голосуем за предложенную правку. Прошу голосовать, кто за правку, кто против правки, кто сдержался. Все, отмели. Так, дальше идем. Последняя правка. Значит, на себе трудящиеся… Значит, еще раз. Принимая во внимание исключительные тяготы, которые несут на себе трудящиеся ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Российской Федерации, в условиях борьбы с проявлением американского фашизма на Украине предлагается заменить. В условиях борьбы за интересы РФ и русского мира с проявлением американского фашизма на Украине. Я бы тут категорически выступал против данной правки. Почему? Потому что, во-первых, тут два момента. Кто? За интересы Российской Федерации, вообще говоря, ну, действительно, сейчас интересы Российской Федерации заключаются в том, чтобы вести эту борьбу с американским фашизмом на Украине. Но мы-то за чьи интересы выступаем? Российская Федерация – это государство буржуазное. И на данный момент по данному конкретному вопросу интересы буржуазного государства Российской Федерации совпадают с интересами рабочего класса. И мы выступаем за интересы рабочего класса и борьбу за интересы рабочего класса, а не за интересы Российской Федерации. Хотя в данном случае они совпали. Но при этом вот так выпячивать, что это интересы Российской Федерации именно, я бы не стал. Ну а про русский мир – это уж извините, товарищи. Что такое русский мир? Что за категория такая новая у нас? Борьба за русский мир. А это татары? В каком смысле за русский мир идет? Только русский швейнир. Кто эту красоту-то предложил? Кто тут из Кипрея? Расстрелять. Нет, товарищи имели в виду, что там рабочий класс, действительно ядром рабочего класса являются русские рабочие, но тоже это странно. Это никакого значения иметь не должно. Кто автор? Автор может стать или выступить за, или снять эту правку? Потому что правка явно предлагается голосовать. Кто за предложенную правку, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Все. Хорошо. Воздержавшись. Спасибо. Так, больше правок нет, поэтому зачитываю заявление полностью. Заявление Российского комитета рабочих отменить повышение пенсионного возраста в республиках и областях, вошедших в состав РФ. Принимая во внимание исключительные тяготы, которые несут на себе трудящиеся Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей РФ, в условиях борьбы с проявлением американского фашизма на Украине, Российский комитет рабочих считает вредным повышение пенсионного возраста, как подрывающая обороноспособность и препятствующая развитию производства и рабочего класса. Для достижения цели СВО следует исчислять трудовой стаж работников Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей Российской Федерации по формуле 2 года трудового стажа за 1 год работы. Уважаемый товарищ, предлагается проект заявления РКР принять в целом. Прошу голосовать, кто за. Кто против. Принято заявление. Спасибо.